МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы бы отработали олимпийский цикл, я помню, и потом вдруг неожиданно засобирались в родную Коварду. Ну, говорю родную, вдруг засобирались. Ну, это была такая слабость. Значит, меня позвали в Москву, я же бывший спартаковец до этого. И мне там в Спартаке, ну, очень слезно уговаривали поехать в Коварду, на Балкаре возглавить республиканский Спартак хотя бы на пару-тройку лет. У них что-то там, какое-то обстоятельство. В общем, не могут найти, кого поставить. Я говорю, да что ж такое? Ну, в общем, я долго, с год, наверное, не соглашался, потом согласился и поехал. И очень сильно пожалел. Потому что первое же общение с руководителями республики, которые отвечают за спорт, там, секретарь обкома партии был такой, Шики Хачин, он мне прямым текстом один на один заявил. Меня не интересует ни легкая атлетика, ни твой велоспорт, ничего. Ты должен обеспечить, чтобы Спартак Нальчик стабильно играл в первой линии. Футбол. А когда я посмотрел на сметы, оказывается, больше половины сметы съедал именно футбольную кухню. Вы хорошо знакомы здесь с футбольной кухней, вы знаете, откуда, как съедаются бюджетные деньги. Я очень хорошо знаю. И вы вернулись обратно в родной Куйбышев. Я даже первые полгода понял, как вообще очки-то добываются в футболе в то время. Сейчас не знаю, может быть, что-то изменилось. Но шеф команды был такой, герой социалистического труда, мужик. Начальник Кабардино-Балкарской сельхозтехники, управления. Вот он вызывал меня к себе. Играть надо было с Кубанью в Краснодаре. Кубань была в четверке или в пятерке лидеров. А Спартак Нальчик был четверки последней черным шрифтом, который на вылет в класс Б. Мне дали в руки маленький чемоданчик. Ну, как их называют, Господи? Кейсер. Вот в нем было полно денег. В банковской упаковке по 100 рублей. И этот чемоданчик, он говорит, делай, что хочешь, но Спартак не должен Кубани проиграть. А что делать-то? Я вообще дятел в этом деле. Я и сейчас-то не особо. Хотя с кем, он понимает. А тренировали в то время, по моему настоянию, мы пригласили Хусаинов, тренера, и защитник Спартаковский. Они работали в ШВСМ в Москве. Я поехал в Москву и обговорил с ними. Мы согласились поработать там годы, сезон два-три уже. И я на них надеялся. Думаю, ну они-то знают всех судей, как-то же надо что-то делать. Мне этот чемоданчик с деньгами руки там жгет. Там больше ста тысяч было тех денег, товарищи, 61-го года. Ну, проблему вы решили в итоге? Решили. Решили. Ну, решил я ее так. Они мне узнали, значит, позвонили, узнали, кто судит. Судит Айна из Эстонии, судья. Я говорю, и что? Он говорит, этому если подойдем, то прогребим на всю страну. Эстонец не берет. Значит, кто-то берет. Ну, не повезло. А задача-то передо мной стоит. В общем, когда перед игрой на стадионе Кубань. Это народу битком, казаков, орут все. Я вот 30 тысяч не видел никогда. У нас стадион там в три раза меньше. Ну, надо было вот такую бурку одеть. Вот, и я... В пику казаков. Идут разговоры, проводят они установку. И вдруг меня смеркнуло. Я говорю, ребят, как закончите, выйдите, я зайду, и я с ними один на один. Потому что дело, честно говоря, подсудное. В общем, они вышли, я зашел. Ровно три минуты я их отвлек. Они уже выходить тоже. Положил на стол чемодан, открыл и сказал. Ребята, если сегодня не проиграете, эти деньги вместе с чемоданом вашим. И вышел. Они 2-1 выиграли. То есть легли костями на футбольном поле и решили задачу. 150 тысяч положили, поделили между собой. Это хороший пример вот нынешнему поколению Крылья Советов. Я думаю, что за это меня не должны сажать. В тюрьму так прикинул. Но это факт был. Теперь, значит... Вот еще что помню. Вот сейчас тренер наш знаменитый. В локомотив поднимал все время. Опять сейчас тренировали. Юрий Семин. Вот он играл тогда правым полузащитником в Кубани. И что с ним сделал наш пацанчик, левый нападающий, маленький кривоногий Боков у нас был такой. Он напоминал... Ну вот я не знаю, раньше игроки правый, левый нападающий обычно маленький и быстрый. Как вот в Меске, в Динамо Тбилиси был. А у нас пониже классом, но такой шустрый. Его же догнать надо. Он из 11 сотку бегал. Он Семину был уже 30 с лишним лет. Он, как говорится, приехал в Кубань доигрывать за деньги. Он из него клоуна сделал просто. И после этого, Борис Хабарович, вот я помню, что потом состоялось еще одно возвращение в Куйбышев. После Нальчикова приехали, пришли к Акулову, в Успорт-помитет. А, ну это же история. И буквально вот в двух словах. Как закончилось вот ваше возвращение опять на берега Волги? В общем, футбол меня окончательно замучил. Я бросил все и возвращаюсь, как побитая собака в Самару. В Куйбышев. Прихожу, ну надо же на работу куда-то что-то. Прихожу на Куйбышева, 103, Валентин Терафанович. Падаю в колени, на колени. Да, копыта сольвал. А он говорит, а я ни секунды не сомневался, что ты вернешься. Место тебя ждет, иди работай. И все. И вы вернулись директором Школы Высшего Спортивного Мастерства. Поработали недолго и возглавили ШВСМ-2 по велоспорту, которая отпочковалась от комплексной ШВСМ. А он говорит, а я знал, что ты как бы заранее чувствовал, что ты вернешься, поэтому никого и не брали директором. Подождем год, посмотрим. Я и выдержал год, ну, 13 месяцев, не больше. Борис Хабалович, а как состоялась ваше творческое... Как вы занялись творчеством? Как пришла мысль о том, что всю свою богатую спортивную жизнь, жизнь спортивного чиновника, нужно изложить письменно, в виде собрания сочинений. Они, кстати, у нас есть. Вот, уважаемые друзья, в моих руках книги, написанные Борисом Хабаловичем. Вот, самая первая, это «Цена олимпийского золота». Вот такая интересная книжка, она написана в соавторстве с журналистом из Екатеринбурга. Вот, вышла она, мы сейчас посмотрим. Она давно уже вышла и стала библиографической редкостью. В 2003 году «Цена олимпийского золота». Ну, здесь в основном об олимпийских победах, я так понимаю. Ну да, первая часть. То есть, в принципе, очень интересная книга. Вторая, вот, «Дорога длиной в жизнь», юбилейное издание. Юбилейное издание, это к чему? Это 70 лет, 75 лет Петрову. А, Владимир Петрович Петров, и вы, вот эта книга о Куйбышевском велоцентре. С чего как начиналось и шло? Я понимал, что вот проходит время, на моих глазах поколение моего возраста, тех же «Крылья Советов», например, футболисты. А в этой книге есть и о «Крыльях Советов»? Нет. Ходим, ну я просто как пример, потому что дружил с ребятами, идет по улице, никто и не вспомнит его. Они помнят, когда фамилию скажут, а, вот там какой-то пацан бегал по полю. Ни в лицо, ни обстоятельства жизни, ничего не помнят. А прошло-то всего там 5-10 лет. Борис Хабарович, да я скажу даже больше. Вот мне пришло в голову вот это, о Петрове писать, значит, описывать все его, всю его братью. И вот поэтому вот это останется по-любому. Мы завтра все коники, мое поколение, уже позванивать начали. Ну, свои 70 лет, я хочу сказать, вы еще можете еще и коня на ходу озадить. Это оболушка снаружи. А так-то инфаркт есть и кое-что еще есть, так что природа свое берет. Современное поколение, оно, конечно же, не знает, плохо знает историю самарского спорта. Не хватает у нас и музея самарского спорта, нет у нас энциклопедии самарского спорта. Вот эти книги хоть как-то восполняют этот пробел. Хоть как-то. Но вот есть еще одна книга. Смотрю на мир открытыми глазами. Здесь, кстати, практически вот вид вот здесь. Да, 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 вот там где-то снимали. Да, с вертолетной площадки здесь на обложке этот вид. Но здесь, знаете, что меня поразило, Борис Хабаловичу? Я никогда не знал, что вы, оказывается, еще и поэт. Вот эта книга, это поэтический сборник Бориса Хабаловича Шухова. Я, честно говоря, вот держу первый раз в руках эту книгу. И здесь есть что-то о Волге, о Куйбышеве, о Самаре? Есть там, есть. Но дело в том, что я этой штукой заниматься-то начал еще в классе седьмой. Вот так вот? Да, я стихи маме писал, всякую ерунду. И однажды мать взяла несколько стихов уже, когда школу кончала. Я и знать не знал. И отправила то ли в юность, то ли в комсомолку куда-то. И там напечатали два стихотворения. За меня зацепились в республике, и у меня было направление на руках. Я ехал в Москву в институт, в физкультуру поступали. Мне направление, да, в литературный институт имени Горького. Я бы мог оказаться, Сергей, твоим коллегой. Это очень сильно. Когда мы в Москву с Александром Токмаковым, заслуженный тренер СССР, тоже в Самаре сейчас живем. Мы приехали и говорит, ну что будешь делать? И я так прикинул, мать очень хотела. Ну, а ей, наверное, уже мерещилось, что я там какой-нибудь Пушкин или похожий на Евтушенко. Ну, это же бред. Это же, чтобы таким стать, это, ну, не знаю, какой талант, во-первых. А во-вторых, надо всю жизнь этому отдать. И никакого спорта не должно быть. Постоял я на перроне этого вокзала, и мы поперлись в Малаховковый институт физкультуры. Тем более, что электричкой пересаживаться не надо. С этого перрон отправлялась. А отец с матерью три года еще думали, что я учусь в литературном институте. Значит, ну, когда он узнал, я уже чемпионом мира стал, так что мне это сошло с рук вполне. Вот, кстати, интересно, а сыновья тоже пошли по творческому пути? Нет, ну... Гена, какие-то сработали? Сухова. В старшем ничего не сработало, кроме того, что он занимался единоборствами. И очень здорово, да он и сейчас здорово дерется. Он ему вообще, он по жизни спокойный парень. Но один раз ему пришлось заступиться за ребят, когда он учился на втором или третьем курсе в Ленинграде. Вот там мне ребята, они втроем туда поехали поступать. Вот один из его друзей, одноклассник, рассказывал, что он там... В общем, ребята пришли на танцы и девочку какую-то пригласили. А девочку так нравилось кому-то местному. Собрал там кодлу, и они напали. Ну, мы, говорит, какие драчуны. По морде дали, упал. А он, говорит, их человек восемь, так отдубасит, что они встать не могли. И потом милиция разбиралась, и его отпустил. Ну, а второй сын? А второй сын волейболом занимался немножко и бросил. Ну, вот сейчас ему уже 32, но он постоянно ходит в какие-то фитнесы, живет в Китае, работает, видимо. Я знаю, что он тележурналист или журналист? Нет, он писал, он фирмой, бизнесом занимается. Купи-продай, как теперь у нас. Ну, на первом канале есть его передача. Вы скромничаете, Борис Ховалович, хочу честно сказать. Это так. Ну, все равно, это очень интересное, познавательное... Он снял восемь фильмов о Китае. То есть не... Как режиссер, как автор и как ведущий. А ведущий, нет. Ведущий был, собственно, человек, который оплачивал все это дело. Там возглавлял фирму, русский, Косарев фамилия его. Он сейчас депутат какой-то партии даже. У нашей в политику пытается залезть. Он оплачивал и был ведущим. И вот жизнь Китая с разных сторон. Там и как промышленность развивается, и как в саманных домиках, развалюхах живут китайцы. В деревнях. В нас, в виде, такие места, я знаю, где живут очень плохо. Все по-разному. А вот сыновья, хоть раз видели вот в такой бурке, вот в таком обличии, да, в настоящем кабардинском? Я же говорю, вторая жизнь. То есть для них это будет тоже сюрпризом, да? Наша передача. Ну, в таком случае... Они ко мне летом приедут, вот я им по бурке надену. По бурке, хорошо. И пусть едут. Ну, вот три книги. Я так понимаю, здесь целое собрание сочтений. Еще какая-то книга будет в будущем? Не знаю пока, трудно сказать. Трудно сказать. Но зато, уважаемые друзья... Ну, я что, уловил с годами. Да. И, видимо, вдохновение реже приходит, видимо, эмоции не те уже. И я понимаю, что поэт тоже не может 80 или 70 лет написать то, что, скажем, написал... Там, например, там, Пушкин, Есенин. Ну, и все лучшее написали до 30, до 40 лет максимум. Есенин вообще 30 лет прожил. Я читал его сборник стихов, когда до 19 лет его, еще сельские стихи. Его же никто не учил этого. Я думаю, что в 70 лет он уже вряд ли бы чего похожее написал. Но мы надеемся все равно, что четвертая книга-то появится обязательно. Ну, ну, посмотри. А сейчас я хочу, знаете, что еще? Еще вот показать целую коллекцию. Это за олимпийские заслуги все вам, Дарина? Да, каждый раз за что-то разное. Вот можно рассказать. Здесь вот какой... Это кинжал, если правильно, да? Да, карканский кинжал. Я их делю по принципу. Кабардинский настоящий? Да. Вот как интересно, кроме олимпийских медалей, победителей чемпионатов мира, и иметь полный набор кабардинских кинжалов. Бронзовый и серебряный заводовый. Где? Покажите, Борис Кавлович, покажите, пожалуйста. Какой? Бронзовый. Первый вот этот получил. За что? Это еще было, когда я спортсменом был. Вот это получил позже. Это серебряный? Это серебряный. Да, а это? А это вот получил года два назад, а после него еще и Орген получил высшую награду республики. За заслуги перед кабардинским. Ребята смеются, говорят, и бурок, шапок надавали, говорят, а когда же уже коня дадут? А у нас вручается конь и весь комплект с газырями, все это как положено. Но дело в том, что я не живу там. Вот у нас, например, мы получали... И конь вам не нужен, вы хотите сказать? А коня куда девать, на балкон, что ли, поставить? В общем... Тем более, что живете вы в армейском доме на улице Новосадовой. Там, где раньше жили все велосипедисты. Да, да, да. На каком, кстати, этаже, Борис Халович? Седьмой. На седьмом этаже? Ну, кто-то коня это не заведет. Так дело в том, что если бы жил в республике, то они коней этих держат на ипподроме, специально за ними ухаживают, и ты в любой момент можешь прийти покататься там или куда-то на нем поехать. И в точно такой же ситуации, когда нас награждали орденами в сентябре прошлого года, оказался знаменитый режиссер Юрий Тимирканов. Это вот один из его, кого он покровительствовал, Мацуев, чеченский пианист. Тоже он чечен, но он меня в Чечне не жил. В общем, вот ему должны были это вручить. Он говорит, что я в Ленинграде буду мечу конюшню специально строить. Борис Хабарович, ну у вас в Самаре есть друг, в мастер спорта по лыжам, Александр Ирябов, который содержит конюшню на лыжной базе «Чайка». Я думаю, это вполне мог разместиться. Ваш конь, там, кстати, находился конь, который подарили нашу экс-губернатору, кстати, на себя ищу Титову. Туда можно было где-то пристроить. Ну, я все-таки хвостану по сравнению с товарищем Титовым. Кабардинский скакун стоит от 250 тысяч долларов. И у него совершенно другой режим жизни, чем просто конюшня. Это условия мужа, они воссоздают абсолютно на ипподроме в Нальчике. Там и врачи, и массажисты есть у лошадей, оказывается. И кормят их как-то по-хитрому. И бегать они должны там сколько-то километров ежедневно. Я хочу сказать, что в вашей коллекции, богатой коллекции, вот наград, и в том числе и кинжалов, нет еще одного, я считаю, заслуженного медали, ордена, знака почетного. Это заслуженного строителя Кабардино-Балкарии. Я объясню, почему нашим дорогим, уважаемым телезрителям, тех, кто смотрит нашу программу, как только Борис Хабалович Шухов приезжает в родную Кабарду, в сентябре это обычно случается, на турнир, по-моему, уже, который будет проходить раз в 15-й, в 20-й, в 15-й раз. Значит, перед тем, как провести велогонку, а каждая велогонка проходит в разных селах Кабарды, то туда быстренько заводится техника и строится новая асфальтовая дорога. Поэтому Борис Хабалович, уполномоченный Самары, который приезжает в родную Кабарду, строит шоссейные дороги для велосипедистов и на радость месту жителей. Хорошо, что это не слышат начальники республики, а то мою хитрость, ты сразу догадался. А я просто по какому пошел пути, думаю, там проведен, там проведен, дорога разбитая, пойду к начальству, куда они денутся. Я вспомнил, когда когда-то к нам большие начальники приезжали, красили заборы, дома, фасады, которые выходят на улицу, где человек едет. Думаю, а что там-то не сделать? Так вот уже, по крайней мере, в 6-7 местах новый асфальт-то лежит с иголочки, да с бордюрами, да еще и поливалки моют. Вот что интересно. Немножко культуры-то должно приходить и на окраины, в конце концов, и только в Москву. Борис Ковалович, и знаете, мы все-таки думаем, желаем вам все-таки, чтобы вы еще прожили, жили долго, во-первых. 70 лет – это не возраст в наше время, это, наверное, только осознание вот большого жизненного пути, это, наверное, начало мудрости какой-то жизненной. Вот, мы желаем вам, чтобы все-таки вы стали обладателем кабардинского жеребца. Ну, а место, я думаю, что мы вместе найдем, вместе с Центром спортивной подготовки команд Самарской области. В то время я уже думаю, что я на него и не заберусь, понимаешь, просто по возрасту. Ну, по крайней мере, мы хотели бы видеть, как вот памятник Григорию Засекину, что вот на такой красивой лошади вы все-таки продолжали творить добро и Самаре, и Кабардино-Балкаре, и всем людям, которые, посмотрев нашу передачу, прочитав, может, возможно, ваши книжки, наверное, все-таки поймут, что цена олимпийского золота, она гораздо выше, чем просто эта медаль. Наверное, это все-таки, она аккумулирует в себе больше человеческих ценностей. А я все-таки, вот знаете, что, Сергей, думаю, вот так. Вот главное, не медаль олимпийская, не чемпиона мира, не 10 штук каждых. Не это главное. Я вот точно знаю, что, когда мы стали чемпионами мира, в Кабардино-Балкарии, по крайней мере, целая куча детей пришла в спорт. Я не имею в виду только велоспорт. Лучший из них, Аслан, есть там такой, Аслан Карданов, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Сиднея по греко-римской борьбе. Он говорил мне, вот, несколько лет назад, я, говорит, думал, идти или не идти в спорт, потому что у нас в борьбу полкласса записалось. Ну, это понятно, Кавказ, борьба, это иконный спорт, это две вещи, которые нельзя ничем, даже футбол не накрывать. Но я, говорит, увидел, пришел в Спартак, увидел фотографии, олимпийский чемпион, чемпион мира. Но, говорит, велоспорт, как бы, не очень мне нравился, да и он и не популярный там был. И я пошел в эту секцию с мыслью, что, может быть, не удастся, и ему удалось, представляешь. Повторить этот путь. Путь олимпийского чемпиона. В 1972 году пришел в секцию, увидел и остался. Мы желаем вам крепкого здоровья, вот так традиционно, поэтому без здоровья нельзя. И мы еще надеемся, что Борис Хабалович Шухов когда-нибудь все-таки станет не только почетным гостем, но и постоянным членом Самарского областного музея спорта. Я думаю, что этот музей должен появиться на нашей самарской земле. И вот первый в летописи олимпийских чемпионов уже забито ваше место, Борис Хабалович. Да я согласен, и не первым быть, это не суть дела. Я вот думаю, сейчас строится стадион, и там целый спортивный комплекс. Вот я не знаю, может быть, нас кто-то из руководства области услышит, серьезные люди. Вот там надо создать музей спорта, общий. И вот там настоящий музей спорта, чтобы туда было не стыдно детей со школ приводить, с детских садиков. Все, что есть, все поднять можно. Вот помнишь, был в свое время Сивокс, который историю с красноармейских каких-то еще спартакиад после гражданской войны, он пофамильно называл людей, я удивлялся. Я еще и слова-то компьютер не знал, так у него башка была, как сейчас и компьютеры еще не такие. Он называл имена, фамилии по годам, по пятилеткам. Когда какой-то спартакиаде, кто там что-то выиграл, самарских всех, это ходячий, вот человека не стало. И где эти все данные? Вот что. Ну что же. Это что надо поднимать. Спасибо за сегодняшний разговор. Это был наш самарский велоджигит. Первый олимпийский чемпион в истории самарского спорта Борис Шухов. Мы прощаемся с вами. До встречи в нашей программе Спортцентр ТВ. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова